Привет, я Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное становится естественным. Мой гость, ничего не зная о моей семье, сказал мне, как зовут мою дочь, мою внучку и крошечный городок, в котором они живут. Вот такие дела. Я в величайшем трепете и предлагаю вам присоединиться ко мне, потому что я восхищен. Сидрот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы «Это сверхъестественное». Трейси рассказал подробности, касающиеся не только моей жизни. Мы были на молитвенном служении, и он проделал это и с моими сотрудниками также. Как тебе удается видеть такие детали? Может, в это вовлечен ангел? Наверняка без ангела тут не обошлось. Сид, сначала я просто ощущал Бога, но потом духовными глазами я начал видеть ангела. Бывает, что перед тем, как начнут действовать дары духа, ангел касается моего правого плеча. В момент его прикосновения я начинаю смотреть в глаза людей, и мне открываются окна их души. Бывает, что до того, как прийти куда-то, я вижу сон от Бога и знаю все уже заранее. Это очень интересно. Я хочу больше узнать о тебе и о твоем даре. Я знаю, что ты один раз зашел в церковь в возрасте пяти лет, и затем ты занимался скейтбордингом, и тебе сулила серьезная спортивная карьера. Ты готовился стать звездой скейтбординга. Но однажды твой сосед рассказал тебе об Иисусе. Если бы я был на твоем месте, я бы обходил его стороной. Но почему ты наматывал круги вокруг него, вокруг этого интересного человека? Просто его голос напоминал мне Элвиса Пресли. А вот и все. Как вы понимаете, Трейси был скорее пляжным панком. Он выпивал и все такое, что обычно делает, ну, странная молодежь, вы знаете. И однажды ночью он выпил столько, что во сне оказался в аду. У нас была вечеринка на одном из пляжей Южной Каролины. Мы много выпили. На самом деле я не выпил больше своей нормы, но по какой-то причине мне стало дурным. И я сказал своему приятелю, мне нужно прилечь. Мой приятель предположил, что я просто перепил, но я знал, что со мной что-то не так. Я прилег и погрузился в какую-то глубокую пропасть. Я очнулся от того, что услышал ужасный запах гниющей плоти. Я увидел вокруг себя человеческую плоть в пламени огня. И справа от меня стоял ангел Божий. Ангел сказал мне, ты призван проповедовать Евангелие. Бог призвал тебя быть пророком для народов. Ты будешь производить знамения и чудеса, и будешь знать мысли в сердцах людей. Я посмотрел на ангела, посмотрел на огонь, и увидел в нем тысячи поднятых рук. Я до сих пор помню эти вопли людей и этот ужасный запах изгорающей плоти. И вот один из этих голосов обратился ко мне. Прошу тебя, послушайся призыва от Бога. Не отворачивайся от своего призвания. Мы здесь, потому что не исполнили свою задачу. Ангел сказал, что на меня возлагается ответственность. Далее я увидел видение. В нем были пламени огня. Я, всякий раз, когда я говорю людям об Иисусе, о спасении, у меня перед глазами возникает это видение о месте, где червь их не умирает, и огонь не угасает. Ангел сказал, ты будешь в ответе за этих людей в огне, если не исполнишь Божьего призвания. Там, в этой бездне, мне казалось, я пребываю в вечности, целую вечность. После этого ты был взят на небо. Ведь так? Затем ангел сказал мне, Трейси, следуй за мною. Он провел меня через огромные ворота. Я оказался на небесах. Я видел там множество людей. Потом я увидел, как ангел подзывает меня. Я помню это как вчера. Он сказал, подойди поближе. Он стоял над большой книгой и переворачивал страницу. Я подошел поближе, чтобы посмотреть, что это за книга, и отчетливо услышал в сердце голоса моих пап и мам. Они сказали, это книга жизни Агнца. Так вот что это. Ангел сказал, подойди. Слева от себя я увидел кристально чистую воду. Я начал видеть удивительно красивых животных. Кто-то скажет на это, но ведь в небесах не будет животных. Откройте книгу Откровения. Он вернется на белом коне. Там так сказано. Хоть одно животное там точно должно быть. Да, конь там точно есть. Я говорю лишь то, что видел. И вот ангел говорит мне, следуй за мною. Он провел меня через 12 ворот. В Откровении 21 главе, 12 стихе, говорится о 12 воротах в небесах. Когда мы вошли в последние ворота, ангел слева от меня вдруг преклонил колени. Я подумал, значит, я преклоню колени. Я встал на колени. Я не видел Господа. Я видел величие Его славы. В 33 главе книги «Исход» сказано, что нельзя увидеть Господа и остаться в живых. Он позволил Моисею увидеть Его со спины. Но Он позволяет нам переживать Его славу на разных уровнях. Но есть уровень, на котором Он не позволит человеку Его видеть. Поэтому я Его не видел, но я слышал голос. Я очень дорожу этими словами. Он обратился ко мне с пророческими словами. «Трейси, ты призван быть служителем». Он подтвердил все то, что уже до этого сказал мне ангел. «Ты будешь, как мои уста. Ты будешь являть чудеса и знамения, и будешь знать мысли в сердцах людей. Ты будешь открывать им волю Божию. Все небо будет прикрывать тебя. И ты будешь ходить путями, которые Я предназначил тебе. Ты будешь ступать туда, где прошел Я. И когда ты проснешься после этого посещения, знай, что я с тобою до самого конца. Когда я слушал эти слова, я буквально трепетал и плакал перед ним». После этого ты начал возрастать в дарах, но после этого тебя ожидало еще одно мощное ангельское посещение. В 95-м году. Пожалуйста, расскажи нам и о нем. В 95-м году меня посетил Божий ангел. Вот какое он дал мне напутствие. Ты должен сидеть у ног генералов веры и учиться у них, что нужно делать и чего делать не надо. И когда ты будешь им служить, именно тогда я принял откровение о служении. Представьте, если бы эти генералы знали, как поступать не нужно. Это бы сохранило их от многих бед. Насколько я понимаю, на тот момент самым сильным Божиим служителем, служителем чудес был Уильям Брэннон. Но есть те, кто о нем никогда не слышал. «Расскажи немного о Уильяме Брэнноне». Он действовал в даре Слова Знания. Ангел сказал ему, «Тебя будут сопровождать два знака. Ты будешь различать дух Мамона и распознавать духов немощи». И также у него был дар Слова Знания. Он мог выбрать любого человека из зала и сказать какие-то детали. К примеру, адрес этого человека, его имя и даже то, что он ел на завтрак. Его дар Слова Знания был просто изумительным. Я сказал ангелу, «Это то, чего хочу и я. Я хочу, чтобы во мне тоже действовал приблизительно такой же дар, как у этого человека». Но Брэнном уже умер, и вдруг ты столкнулся лицом к лицу с человеком, за которого еще в детстве помолился Уильям Брэнном. Кем же был этот человек? И что Брэнном сказал ему далее в молитве, когда молился за него? Тогда этому человеку было 16 или 17 лет, так что он уже был подростком. Брэнном всю жизнь участвовал в служении исцеления. Когда этому человеку было где-то 16, к нему в комнату вошел Уильям Брэнном, возложил руку ему на правое плечо и произнес, «Пусть то, что есть на мне, прибудет на тебе». И он действует в этом даре и по сей день. Этот человек что, возложил на тебя свои руки? Да, у меня была мечта посетить большое служение пробуждения в Северной Каролине. Я приехал туда, этот человек подошел ко мне и пожал мою руку. Он произнес, «А теперь, с этого дня, чем Бог помазал мою жизнь, будет проявляться и в твоей жизни также». Видение. Я увидел ангела и большой свиток. Там были имена, адреса, названия болезней в жизни этих людей. А еще и то, в каком именно месте они испытывают боль. Это было удивительно. Я получил все знания сразу, буквально за одну секунду. Недавно я позвонил Трейси, и он написал мне, в каком именно месте моей ноги меня беспокоит боль. Я бы сказал, это лучше любого рентгена и любого врача. Но есть то, что ты нашел в Писании, о чем я лично никогда раньше не слышал. Я слышал о служении людям, о том, что каждый из нас должен быть как слуга. Я читал в Библии о проявлении даров, да, но Бог показал тебе связь между дарами Духа и тем, чтобы быть слугой. Расскажи, пожалуйста, об этом. А вот что Бог показал мне. В 1997 году мне явился ангел. Он сказал мне, а вот собери цепь того, как нужно открывать двери для славы и для проявления даров Святого Духа. Он сказал, я хочу, чтобы ты молился по три часа в день. И когда я начал молиться по три часа в день, Он сказал мне, чтобы первый час я молился на языках, и второй час я должен останавливаться и слушаться. Третий час мне уже не нужно говорить на языках, потому что когда ты на небесах, там языки умолкают. Это измерение славы. И там уже не нужно молиться на языках. Ты просто поклоняешься Иешуа в его славе и величии. Он сказал мне, когда молишься на языках, слушай, и тебе будет приходить истолкование языков. Когда ты молишься на языках, ты прогоняешь из головы все то, что может тебя отвлечь. Твой разум очищается. Вертикальный канал между тобой и Богом очищается. Ты очищаешь этот канал через говорение на языках, и ты все в своем уме, и можешь услышать от Бога. Да. Предположим, человек практикует это три месяца, но так ничего и не услышал от Бога. Что ты порекомендуешь? Я рекомендую продолжать, а не сдаваться. Потому что когда я узнал стратегию от Бога, как подключиться к его сердцу, у меня заняло какое-то время развить это как привычку, чтобы быть постоянным. Я всегда учу служителей, что у нас должна выработаться своего рода привычка молиться. Не обязательно начинать с трех часов в день. Вы можете начать с получаса молитвы на языках, и затем 30 минут пребывать в покое. Если вы будете постоянно в этом, и будете возрастать в этом, вы сможете слышать от Бога столько, сколько слышит Трейси и даже больше. Трейси видел, что в этом году в мир будет высвобождена величайшая слава, которая радикально изменит лицо Земли. И также я попрошу его продемонстрировать нам его удивительный пророческий дар. Правда, интересно, да? Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Это сверхъестественно. Трейси, ты видишь какие-то детали о людях, и также ты видишь что-то о Соединенных Штатах и о мире в целом. Так, к примеру, ты видел, что грядет величайшая слава. Когда же это будет? И что ты видел об этом? Бог дал мне откровение о том, что мы вскоре увидим величайшую славу. В 19-м году слава уже начала проявляться, и в ближайшие три года ландшафт церкви мощно изменится. Бог будет избирать церкви, избирать людей из толпы. Бог начнет двигаться в сердце Америки, возвращая церковь к ее изначальной цели. Бог вернет церковь к святости и к покаянию. В церкви больше не будут воздавать славу человеку. Это прекратится. Слава Богу. Человек больше не будет в центре внимания, но Бог будет в центре. Слава будет воздаваться только всемогущему Богу. Если я правильно понимаю, эта величайшая слава будет в том, что каждый человек будет действовать в дарах Духа. Иисус сказал, «Дела, которые творю я, вы будете творить, и даже больше сих». Я правильно это понимаю? Мы называем это чудесами, он называет это делами Отца. В служении Иисуса чудеса были нормой, и величайшая слава также станет нормой. Сверхъестественные проявления постепенно станут нормой вашей жизни. В последующие три года церковь переживет невиданное доселе, сдвиг парадигмы. Бог пошлет духовное пробуждение, и оно началось уже в этом году. Начали сбываться пророчества, даже касательно тех, кто стоит у власти, касательно Белого дома. Бог придет в наш дом, и Он придет также и в Белый дом. Трейси. А что ты видел о телевизионном служении программы «Это сверхъестественно» и обо мне лично? Бог вел меня в транс, и там я увидел, как вы, Сид, приближаетесь ко мне. Я услышал голос. Он является претечей для излияния величайшей славы. Его служение, все его сотрудники и все, кто поддерживает это служение по всему миру, должны соединить руки для того, чтобы позволить этому служению иметь еще больший эффект на весь мир, чтобы изливалась величайшая слава. И славу за это получит не человек, а только Бог. И Бог будет двигаться мощно. Мы увидим мощное Божие движение. Я могу сказать лишь только о том, что после услышанного я в величайшем трепете. Если моя задача — показать то, что нас ожидает в скором времени, я хотел бы прямо сейчас, чтобы вы предвкусили грядущую славу. Трейси, я прошу тебя говорить в жизнь нескольких человек в этой студии, если Бог поведет себя даже в жизнь кого-то из телезрителей. Пожалуйста. Да, я прошу вас поднять руки и принимать его славу. Я ощущаю необычное помазание и чувствую, что Бог желает являть чудеса. Я вижу, что ангел Божий находится на этом месте. Если вы подняли руки к небу, вы показываете, что сдаетесь в руки Божии. Я послужу некоторым из здесь находящихся. Но сейчас я обращаюсь к тем, кто видит нас через экран. Дайана, у вас проблема с нижней частью спины. Чтобы ходить, вы пользуетесь ходунками. Но Бог исцеляет вас. Вы оставите ходунки. Вам поможет доктор Джонсон, так его фамилия. Сообщите нам о вашем чуде. Также я вижу человека, который повредил нижнюю часть спины в автомобильной аварии. Столкнулись два транспортных средства, черное и юшневое. Бог сейчас творит чудо. Прямо в ваш дом, где вы сейчас находитесь, я высвобождаю Божие помазание, осязаемое доказательство чудесной силы Божьей во имя Иисуса. И также ангел Божий действует на этом месте. Я ощущаю, вы находитесь на заднем ряду. Да, вас двое. Пожалуйста, поднимитесь. Ангел Божий стоит над вами сейчас. Мы с вами знакомы? Я вижу вас впервые. Скажите, мы с вами когда-нибудь разговаривали? Нет. Вы переживаете в семье финансовые проблемы? И Бог собирается явить вам финансовый прорыв. Поднимите руки. Ангел Божий будет исцелять вас сейчас. Его рука на вашем плече. И теперь у меня будет еще один вопрос к вам. Вас зовут Дастин? Да. Ваше имя что, Дастин? Вы не знакомы с ним? Нет, мы не знакомы. А вы его знаете? Нет. А он, как видите, знает ваше имя и довольно успешно. Вы занимаетесь строительством? И Бог говорит вам, что он расширяет ваши пределы. Вы пережили на работе сильную атаку. И Бог говорит, что атака закончилась. Проклятие разрушено. И Бог будет двигаться в вашей жизни. Ваши темные дни уже позади. Последние три года вашей жизни были очень тяжелыми. А вот вам 31 год. Скажите, это ваш адрес? Я назову вам его. Каунтри Лайн Драйв, дом номер 35. Я постараюсь правильно произнести. Ваше имя. Вас зовут Сиера, так? Да. Как вас зовут? Сиера. Сиера Доун. Да, так. Теперь вы видите, почему я в трепете. Понимаете это? Вас зовут Сиера Доун Кэлсоу? Кэлсоу? Да. А вас Дастин... Дастин Вейн. О, да. Именно так. Поднимите руки. Бог желает исцелить вас и благословить. Сделать ваш дом домом чудес. Благословить ваших детей. Последние три года были сложными. Но в ближайшие три года Бог перевернет вашу жизнь. Дастин, Сиера. Бог говорит, довольна. Я запрещаю дьяволу. Сиера, Бог исцеляет ваши женские органы. У вас есть немощь, не так ли? Да, сколиоз бедер. Да, я увидел это. Вы заметили, моя рука была направлена именно туда. Бог исцелил вас от этой болезни. Сходите к врачу, и ваше чудо подтвердится. Трейс, я заметил, что ты любишь, чтобы врачи подтверждали чудо Божие. Скажи, для тебя это так важно? Да, это важно для меня. Я слышу, как на служении пробуждения люди говорят, я просто знаю, что я исцелен. Это все хорошо, но все же лучше сходить ко врачу и подтвердить. Бога не смущают врачи, это Он их создал. Поэтому важно подтвердить то, что сделал Бог. Не человек сделал это, но сам Бог являет чудеса своим детям. А это ведь только предвкушение. В этой программе мы не успеваем охватить всего. Но если вы хотите послушать Трейси еще, и желаете, чтобы он послужил вам, как он послужил нам сегодня в студии, для этого зайдите на наш сайт, адрес которого указан на экране. Вы сможете посмотреть расширенную версию сегодняшней программы. Видите адрес нашего сайта, затем черточка по диагонали, и затем фамилия Кук-Си-Дабл-О-К-И. Я должен сказать вам, для чего нам нужно видеть проявление Божьей славы. Мы должны поверить, что Бог больше, чем мы можем себе представить. Во-первых, вам важно видеть славу Божию для того, чтобы у вас лично строились близкие отношения с Богом, чтобы вы имели собственный опыт познания Бога, потому что знать Его — это все. А все, но без познания Бога — это абсолютно ничего. Поэтому выбирайте, что вам ближе и дороже — все или ничего. Аминь. Этот мир уже давно спорит о том, что разделяет нас. День за днем мы живем, имея свою устоявшуюся точку зрения. Но Писание говорит нам о том, что Мессия разрушил преграду, разделяющую еврея и язычника, вместе с тем создав одного нового человека. Эта духовная целостность побуждает делать такие огромные шаги в сторону Бога, каких мир еще не видел. Сидрот нашел ключ к достижению еврейского народа — Божией любовью. Новое человечество откроет доступ Богу, чтобы двигаться в чудесах и знамениях. И тогда все убедятся в факте существования невидимого Бога, о котором говорится в Писании. На нашем веб-сайте вы найдете обучающие материалы, которые помогут вам узнать, насколько важно для нового человечества познакомить массу людей с Богом. Вы узнаете об Израиле и еврейских корнях церкви. Заходите на наш сайт сегодня. Смотрите в следующем выпуске. Библия говорит о Божьей славе и о том, как меняет людей встреча с Богом. Так же и мы можем столкнуться с Божиим присутствием в нашей жизни. Не пропустите следующую программу. Это «Сверхъестественно» с Сидом Ротом. Я расскажу о том, как приготовиться к славе Божией. Иногда кажется, что за всей ежедневной рутиной жизнь проходит мимо. Вы просыпаетесь, принимаете душ, одеваетесь, заботитесь о других, проверяете, есть ли у них все, что нужно на день. И вы едете на работу, трудитесь восемь, девять или десять часов. Едете домой, готовите ужин, смотрите телевизор, ложитесь спать, одно и то же день за днем, месяц за месяцем, год за годом. Вы думаете, неужели это все? Истина заключается в том, что перемены возможны. У вашей жизни есть особое предназначение, есть то, что сможете сделать только вы. Существует план и инструкция к нему. Все это появилось еще до вашего рождения. Есть путь, который можете пройти только вы. День за днем, час за часом. Если вы захотите по нему пойти, то вы найдете смысл своей жизни. Я предлагаю вам узнать, в чем состоит ваше предназначение. Хотели бы вы узнать, для чего вы были созданы? Хотите вы большего? И сголодались ли вы по мечтам? Мы предлагаем вам прочитать книгу, которая укажет вам путь. Скачайте книгу «Они думали сами». У Божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв, когда угодно и где угодно. Теперь доступно для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров. Люди с восторгом смотрят наши программы о чудесах. Теперь и вы тоже сможете пережить такое же прикосновение от Бога. Присоединяйтесь к нам. Выбирайте из десятков впечатляющих эпизодов. Загрузите приложение бесплатно.